Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. С ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разбираться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Так, сегодня мы поговорим с Общественной палатой района о том, как именно они принимают заявки от вас, уважаемые жители, и как они используют инструмент выездных приемных. В наших гостях сегодня Захар Юрьевич Иванов, председатель Общественной палаты. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Светлана Геннадьевна Налепова, ответственный секретарь Общественной палаты Одинцовского района. Добрый вечер. Светлана Геннадьевна, Захар Юрьевич, действительно уже практически полтора года работает общественная палата второго созыва. Я так понимаю, что у вас имеется на вооружении множество инструментария взаимодействия с общественниками, другими общественниками нашего района, с властями, с жителями. И один из этих инструментов это как раз таки выездные приемные. Ну давайте поговорим, насколько вы вообще считаете, что данный инструмент в общем-то эффективен, насколько он себя оправдывает? Раз есть интерес среди жителей, а интерес есть, к нам обращаются люди на выездных приемах, не нужно ехать в Одинцово, не нужно ехать в общественную приемную на молодежку 18, а можно прийти в какой-то ДК своего поселения и написать свое обращение. Люди приходят, обращение мы вот совсем недавно только систематизировали, разложили по полочкам, по комиссиям, начали с ними работать. Поэтому я так думаю, что это очень важно. И тем более, что среди всей Московской области только в нашей палате есть такой вид мероприятий. Ну мы сейчас говорим о все-таки каких цифрах, сколько людей к вам обращается, если взять, допустим, недавний второй выездной день? Погодка все-таки заставляла шептать немножечко. Поэтому активность была, скажем так, не на самом высшем уровне, но в каждое поселение обратилось минимум по 10 человек. А есть такие поселения, как городское поселение Одинцово. Ну там аншлагом тоже назвать, но порядка 50 обращений было зафиксировано. В течение дня вы имеете в виду? В течение дня. То есть у нас, например, в городском поселении Одинцово было два пункта приема обращений. В восьмом микрорайоне и в ГДО. Но общее количество обращений мы уже посчитали, потому что зарегистрировали, это 197 по 16 поселений. И учитывая коллективные обращения, сколько жителей на самом деле пришло, это более 500 человек нас посетили. Прошу прощения, то есть получается раз порядка 200 обращений, при этом 500 человек, то есть некоторые приходили с семьями, с друзьями и так далее, правильно? Да, некоторые приносили коллективные обращения, то есть под одну и ту же проблему подписывалось несколько человек. Но все-таки 197 обращений, это обращения не повторяющиеся, насколько я понимаю, или все-таки там случались накладочки? Вообще накладочки повторения нельзя сказать, да это для нас статистика. Если человек, если есть обращение на одну и ту же тему в одном и том же поселении, значит это просто не случайный вопрос, не личный вопрос, а он уже системный. Если 500 человек решили, что есть вопросы, которые нужно решать поселение, и этим должны заняться общественные палаты, они считают, что это достойно внимания общественников, это очень важно, и тут не может быть каких-то неувязочек. Мы сейчас продолжим эту тему, сперва примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и мы вас слушаем. Алло? Ну что ж, по всей видимости, технические накладочки, уважаемые телезрители, напоминаю, что наш телефон 508-86-84. Если у вас имеются какие-либо вопросы или предложения, вы можете звонить нам и задать в прямом эфире вопрос представителям общественной палаты Одинцовского района. Мы пока давайте продолжим нашу беседу. Мы говорим, то есть по порядка 200 заявлений, достаточно большое, в общем-то, число. Ну, это немного больше, чем на прошлом, по-моему, 160, если правильно цифру помню. В прошлый раз было, да, вы не сюда. В прошлый раз было все равно больше, несмотря на погоду, и что было, конечно, холоднее. Летом-то было приятнее принимать жителей, и мы, конечно, были все в помещениях. Если летом, 18 июля, мы были на площади, то есть могли принять на улице, что гораздо удобнее, потому что пешеходы проходили, и тут же подключались сразу же с вопросами, кто-то принципиально приходил из новостей, а здесь все-таки к нам нужно было действительно прийти, потому что мы были в ДК, музыкальных школах, пункты приема было, нам действительно нужно было прийти, и мимо не пройдешь. Тем более, это выходной, суббота. Я думаю, что эффективность обращений и, соответственно, спрос на этом выше гораздо. А объясняется ли вот по-вашему все-таки эта эффективность, да, как вы оцениваете обращения, количество людей, которые к вам обращаются тем, что вы каким-то образом действительно оповещаете людей о данном мероприятии? Везде по-разному. Дело в том, что мы, в принципе, систему изменили, работа с выездными приемами, да, и с обращениями на выездных приемах. У нас теперь прикреплен каждый ответственный к поселению, и он отвечает за информационные сообщения в поселении. Где-то есть достаточно активные действия, какие-то главы, да, руководства, администрации, которые по своему желанию хотят, наоборот, помочь и более оповещать. Например, в Лесном городке мы сами развешивали объявления. Вот это честно. В прошлый раз за речи, я знаю, тоже развешивали общественники. В каких-то поселениях это делалось, в каких-то нет. Поэтому сказать, что информационного освещения стало больше, наверное, бы не стало торопиться. Продолжим сейчас тему, сперва примем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос общественной палате. Может быть, он немножко не по теме, но мы сегодня были в администрации, и нам сказали, что общественная палата поддерживает проект начинающих предпринимателей. Но программа стартовала, и мы хотели бы узнать, можно ли присоединиться к этой программе, и как, и попадает ли наш... А я прошу прощения, я не раз слышал, как к вам обращаться можно? Инесса. Инесса. Ну, я так понимаю, что Светлана Геннадьевна, наверное, сможет сейчас, да, вкратце прокомментировать данную ситуацию. Я, по крайней мере, полагаю, что речь идет о программе социальной инновации, федеральной институционной программе. Да, совершенно верно. Для социальных предпринимателей, то есть тех предпринимателей, быстро, да, тогда, тех предпринимателей, которые решают какие-то вопросы социально незащищенных слоев населения, то есть благодаря своей деятельности при этом приносят прибыль. Это федеральная программа, мы ее поддерживаем. Действительно, в субботу-воскресенье состоялся старт, но так как у нас есть заявки на эту программу, и она шестимесячная, есть заявки, мы ее стартуем еще раз, то есть вторым потоком, 21-22-го. Поэтому, если есть интерес, можно, соответственно, зайти на сайт соц.innov.ru, то есть фонда социальных инвестиций, и ознакомиться с программой, зарегистрироваться для участия в Одинцово. Спасибо за вопрос. Ну что же, Несса, надеюсь, что помогла вам сейчас Светлана Геннадьевна. Мы пока вернемся к нашим следующим вопросам. Но чуть больше трех секунд, но, я думаю, тут вопрос такой не на три секунды. Светлана Геннадьевна, насчет, в общем-то, выездных приемных. Насколько мне известно, на данный момент у вас как раз-таки два таких вот дня прошли. В чем все-таки были отличия? Что получилось в первый раз, что решили исправить ближе ко второму? Вот был вопрос по поводу информационного обеспечения нашего выездного приема. Вот хотелось бы сказать огромное спасибо нашим районным средствам массовой информации. Была дана о выездном приеме, информация была везде абсолютно. То есть на сайтах, в двух газетах наших районных, на Одинцовском телевидении. Спасибо вам большое. Люди приходили уже, скажем так, зная, что они именно идут в общественную палату написать обращение. Если первый выездной прием еще как-то немножко с осторожностью относились, проходя мимо, лениво что-то вспомнив, то сейчас шли целенаправленно. То есть качественное, скажем так, вот эти качества обращения сейчас очень высокое. То есть действительно о проблематике. Я так понимаю, также изменилась, в общем-то, культура обращения. Люди уже понимают конкретно, куда они идут, что их интересует и как оформить данную заявку, правильно? И с чем можно обращаться? Да, люди приходят уже не просто со словами, а приходят с какими-то копиями документов, подтверждающих проблему, с фотографиями, ну и, скажем так, со свидетелями, например. Вот у нас было в Одинцово, например, в городском поселении, в ГДО, пришли представители двора. То есть было семь человек, именно жители определенного двора, там проблема была связана с детской площадкой. Каждый рассказал свою версию, то есть все полностью законспектировано, и было создано обобщенное одно, обращение обобщенное. У нас имеется еще один звоночек, давайте его примем прямо сейчас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло, мы вас слушаем. Да, видимо, еще один звоночек, к сожалению, сорвался. Давайте пока продолжим нашу беседу. Значит, соответственно, вот вы говорите, что действительно культура как-то изменилась. А насколько это вот в данном случае принципиально, ведь, насколько мне известно, в любом случае заявления, да, которые подаются в общественную палату, требуют, ну, да, зачастую достаточно немало времени на рассмотрение, если это не консультационная поддержка, да. Насколько действительно ускоряет вопрос решения проблемы, то, что люди сразу понимают и приходят с документами, предположим? Ну, вот рассмотрим частный случай, было обращение жителей ДСК «Луч», находящихся на Минском шоссе, где-то примерно 20-й километр. У них ситуация следующая. Автодор ремонтировал дорогу, на полпути бросили годика-два назад, вырос бурьян, и при выезде, во-первых, там около 300-400 домовладений, при выезде на Минское шоссе невозможно было просто выехать. Там, ну, раз в неделю происходила авария достаточно серьезная, слава богу, без летальных исходов. Принесли фотографии, наша комиссия моментально туда выехала по ЖКХ, посмотрела, сегодня было заседание в районной администрации, посвященное безопасности дорожного движения. Были представители Автодора, районной администрации, средства массовой информации, ну, и, скажем так, все заинтересованные структуры. Я выступил с этим вопросом, сегодня же Автодор отчитался, что до середины декабря ситуация будет полностью в корне исправлена, и люди могут выезжать безопасно. С того места, где они живут. А все-таки каким был механизм решения этой вопроса? Давайте поподробнее поговорим. Механизм? Что людям пришлось предоставить, пришлось ли им побывать на каких-то круглых столах и так далее? Во-первых, это было обращение, это были подписи, фотографии приложенные полностью со всех ракурсов, приложенные фотографии поврежденных машин, именно с датами указания ДТП. То есть, ну, в принципе, такой полный материал, даже выезжать не было смысла, даже вот в этой ситуации, потому что была информация полностью предоставлена. Ну, и, дай бог, она решится до середины декабря. А каким образом компания предполагает данный вопрос решать? Вложить деньги, исправить ситуацию. Ну что ж, давайте пока примем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Григорий, вот у меня такой вот вопрос. И сейчас информация во всех, ну, во всех средствах информации, что у нас в Одинцовском районе на сайте госзакупок для депутатов закупается на полтора миллиона, около там 30 айпадов. Вот как общественники относятся к такому, к такой закупке, каково их мнение? Это необходимость или роскошь? Григорий, скажите, а я так понимаю, что в данном случае речь идет о каких-то интернет-блогах и интернет-порталах, правильно? Или это публикация так бы в средствах массовой информации? И официально размещен заказ администрации Одинцовского района. Хотелось бы узнать, вот как общественники, что они об этом думают? Спасибо, Григорий, за этот вопрос. Действительно сумма, если Григорий ее правильно передал, достаточно немаленькая. Как считаете, вообще стоит ли с данным вопросом поподробнее, скажем так, ознакомиться, да, или все-таки оставим все на совести наших властей? Ну, ситуация следующая. Первое. Все-таки все публикации на госзакупках, то есть все объявленные тендеры проходят согласование, во-первых, в специальных тендерных комиссиях, тендерных отделах, во-вторых, соответственно, есть у нас федеральная антимонопольная служба. Если где-то на месте чиновники сделают что-то не так, завысят цену, например, за какую-то единицу, то очень большой интерес будет и огромный штраф, я знаю, со стороны федеральной антимонопольной службы. Я присутствовал на трех заседаниях Совета депутатов, когда еще, я так понимаю, не было там айпадов или каких-то других там, я не знаю, приспособлений. Возле каждого депутата лежала стопка бумаг, ну, вот я врать не буду, но где-то примерно сантиметра три толщиной, потому что там обычные депутаты, в обвеске 30-40 вопросов. Ну, вот на последнем Совете депутатов было 40 с чем-то вопросов. Ну, это где-то три сантиметра толщина папочка бумаг. И вот они, когда все это дело перебирали, было немножко там потери времени и прочее. Я не за айпады, я не за полтора миллиона, я за то, чтобы были нормальные технические средства для того, чтобы Совет депутатов проходил правильно. То есть не было потеряно времени у тех же самых глав поселений, которые являются нашими районными депутатами. Покомментировать сумму я не могу, честно сказать, в ценах на айпад я мало понимаю. Если действительно как бы полтора разделить на 30, то это получается примерно 50 тысяч за один айпад. Ну, надо посмотреть в интернете цены, на сайте им видео, соответствуют они действительности или нет. Скажите, вообще, что ли наших людей больше всего, по вашим наблюдениям, беспокоило за, скажем так, вот эти выездные приемные? Я, в принципе, могу статистику сказать. Пожалуйста, конечно. Вот по каким, допустим, скажем, давайте так разделим, по какой комиссии больше всего из представленных в нашей общественной палате был вопрос? Ну, выездные приемы конкурировали, наверное, два вопроса. Это ЖКХ, застройки, да, и здравоохранение социальных объектов. То есть сейчас у нас 79 обращений ушло на работу в комиссию по ЖКХ, и 51 обращение ушло в комиссию по здравоохранению. Ну, а третье место образование, это вот детские сады еще беспокоят, особенно лесной городок. Я просто хотела, может, немножко рассказать про отличия выездных приемов, да, которые первые и вторые, мы немного отклонились от курсов в связи с вопросом. Я думаю, не лишним это не будет. Давайте примем еще один звоночек и поговорим по отличиям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Я слушаю. Вы слушаете, здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, расскажите. Здравствуйте. Я вам звонила месяц тому назад, но я ответа не получила. Как теперь мне делать? Что делать? Ответ, вопрос такой. Это 62-й и 70-й. У нас в доме есть счетчики на освещение подъезда. Вот. Мы платили, когда начали оплачивать за освещение подъезда, я принимала карты, все квитанции в пределах 20, 25, 35. Теперь мы платим 269. Обращался в управляющую компанию, мне объясняли тариф, потом сказали норматив. И вы знаете, с мая месяц, в мае мы на прибавили 16, в июле 16. Теперь в сентябре тоже сколько-то прибавили, не припомню. И теперь нам за октябрь прибавили 269 рублей. Мы за освещение подъезда платим. А зовут как? Прошу прощения, я не расслышала, а как к вам можно обращаться? В дом управления ходят электрики, снимают счетчики, отдают управляющей компании, и все, конец. Скажите, как к вам обращаться можно? Светлана Петровна. Светлана Петровна, я так понимаю, вам пообещали, что данный вопрос будет передан в комиссию по ЖКХ, правильно? Мне ничего не сказали, мне сказали, ждите ответы, и я уже месяц жду. Оставьте просто телефончик, мы проконтролируем этот вопрос. Светлана Петровна, ваши данные мы, конечно, запишем. Вообще, должен, наверное, Захар Юрьевич, Светлана Геннадьевна, обратить на данный вопрос ваше внимание. У нас уже второй раз подряд проходят звонки касательно комиссии ЖКХ. То есть данные мы передаем, и дальше комиссия по ЖКХ не перезвонивает. Вы знаете, вот за два дня было получено 79 обращений. Понимаю, но тем не менее, тем не менее, у нас все-таки, сами понимаете, концепция передачи, раз люди звонят, да, то не хотели бы моментально хотя бы, чтобы им перезвонили и ознакомились, да, пусть и не решили, но ознакомились, да, с их проблемами. Давайте все-таки постараемся, да, вот на этот вопрос все-таки более подробное внимание обращать. Иначе получается, сами понимаете, это очень хорошо. Это Можайское шоссе, я так понимаю, да? Да, Светлана Петровна, мы записали телефон, наши специалисты вам его сразу после передачи передадут. Давайте мы пока продолжим нашу беседу. Действительно, у нас имеются, я так понимаю, отличия, да, между тем, как проходили выездные приемные в первый день и тем, как они проходили во второй день. Ну, в чем они, собственно, отличаются? Ну, совершенно не так. И перед тем, как встретиться с жителями во второй раз в вырезанном приеме, мы встретились с главами всех поселений. Вопрос был самый главный, это состояние дел по тем вопросам, которые у нас уже были в копилке по каждому поселению. И с жителями мы уже встречались уже с определенными ответами в этот раз. Именно ответственные поселения, которые и будут прикреплены, и будут работать дальше. Поэтому вопрос был активнее. Второй момент, мы немножко увеличили пунктов приема. Например, мы наконец-то охватили отдельно восьмой микрорайон проблемный. И по количеству обращений, возмущений, вопросов жителей, у нас два самых проблемных объекта. Это лесной городок с отсутствием социальной инфраструктуры, вернее, ее очень мало по сравнению с жителями, с количеством жителей. И проблем очень много. И восьмой микрорайон. То есть не зря мы там выделили отдельную группу, которая работала. И в связи вот с этим, может быть, шквалом вопросов и активностью жителей, которые очень беспокоятся за качество жизни в восьмом микрорайоне, мы даже создали на последнем заседании рабочую группу по восьмому микрорайону, в которую вошло по своему желанию большое количество человек, около десяти с разных комиссий. То есть даже сами общественники понимают, насколько важно заняться этим районом. Я понимаю, там достаточно комплексные проблемы решала данная группа, поэтому, собственно, такое большое количество людей и было привлечено, правильно? Да, микрорайон, на удивление, имеет... Он как будто отдельное какое-то поселение, удаленное от остальной части. Я думаю, что это связано с переездом, да? Ну, видимо, да, исторически так сложилось, и географически, пожалуй, тоже. Я предлагаю, Светлана Геннадьевна, Захар Юрьевич, сейчас посмотреть, как проходил первый выездной день общественной палаты. Наша съемочная группа присутствовала в этот день на улицах поселения нашего района. А потом мы сравним с тем, что получается сейчас. Новая общественная палата работает с 12 июля 2014 года. За это время в нее поступило 518 обращений. Для связи с жителями общественники используют телефонную связь, интернет-порталы и живое общение. Теперь пришло время и выездных приемных. Путают мнение, что общественная палата заседает в кабинетах, в вздушных залах. Жалобы принимаются по каким-то определенным дням, не поймешь, каким. Вот сегодня принимаем абсолютно всех. Суббота, выходной день, и каждый может обратиться с любым вопросом. В общественную палату зачастую обращаются люди, неудовлетворенные работой местных властей или желающие получить консультацию. Немало недовольных жителей пришли к общественникам и в субботу. По стоякам, что у нас потекли и испортился подъезд с 2012 года, чиновники практически ни на что не реагируют. Видимо, они привыкли только с зарплатой справляться, а вот с работой вопрос. Выездной прием по обращениям граждан организовали во всех поселениях района. Работали все восемь комиссий общественной палаты. Предварительные заявки на сайте общественников заполнили 62 человека. Об акции извещали через средства массовой информации и социальные сети. Во-первых, отношение к человеку. Во-вторых, знание законов, так сказать, от А до Я. Спасибо. Побольше бы таких людей и такого отношения к человеку, которого... Такого внимания сейчас очень и очень мало. Идея организовать выездные приемные уже давно витала в воздухе. Ведь основной инструмент общественников района – это постоянная обратная связь с жителями. Ну что же, мы продолжим обсуждать, как именно общественная палата района взаимодействует с жителями района. Сразу после того, как примем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Анатолий Маркелов. Очень приятно. Общественная палата поднимала очень хороший вопрос по открытой всевласти. Но, как я понимаю, он не взвинулся вообще. Ни один представитель администрации, ни один депутат, ни заседания Совета депутатов в прямом эфире не бывают. Вероятно, власть не хочет отвечать на прямые вопросы жителей напрямую. Ну, Анатолий, спасибо большое за ваш звонок. На самом деле, не вполне могу согласиться, потому что у нас присутствуют и чиновники аппарата Министерства управления здравоохранения, так и представители правоохранительных органов и образования в том числе. Касательно конкретно работы комиссии, которая занимается открытостью власти, я думаю, сейчас представители общества палаты более подробно смогут на данный вопрос нам ответить. Все-таки, действительно, чем комиссия в данный момент занимается, если, как выразился Анатолий, какой-то прогресс по сравнению с тем, что было полтора года назад? Я знаю, что Анатолий Михайлович присутствует постоянно в наших заседаниях, дает, скажем так, ценные советы, готовит грамотные обращения, и, в принципе, не являясь там даже консультантом-экспертом, очень помогает в работе общественной палаты. Некоторое время назад был написан меморандум от лица всей общественности, все поддержали его по обращению к власти по поводу открытости. Там было, скажем так, несколько шагов по открытости, пять шагов, да. Соответственно, общественная палата, все-таки, давайте так по-честному, это рекомендательный орган. Мы рекомендовали власти, как бы хотели жители, насколько она должна быть открытой. Я считаю, что, в принципе, на все круглые столы и прочее приглашаются все средства массовой информации. Совет депутатов, вот я бы просто присутствовал, действительно, был настолько битком забит зал. Я знаю, что сейчас все-таки решается вопрос о предоставлении какой-то большей аудитории, потому что там яблоку негде упасть. У нас все-таки в данный момент 32 депутата районных, плюс еще, соответственно, приглашают туда заместителей, то есть, ну, чтобы, соответственно, с докладами они выступали. То есть, зал битком набит. Средства массовой информации, я там вот, я на четырех присутствовал, я там видел на трех заседаниях средства массовой информации. То есть, как бы, ну, особой за открытости я не видел. Могут туда зайти, соответственно, все желающие, но просто там негде сесть, вот в том маленьком и душном зале. Я так думаю, что вопрос в скором времени решится. Ну, я так понимаю, у нас вообще достаточно в данный момент, по крайней мере, открытая работа администрации, главы района. Напомню, что не так давно, если я не ошибаюсь, у нас Андрей Робертович встречался с блогерами, то есть, с достаточно молодым поколением. И я так понимаю, что вообще у нас общественники, я имею в виду, кроме общественной палаты, вообще работают с властями, правильно? Да, я знаю, что Анатолий Михайлович совсем недавно, вот это буквально в конце лета, мы встречались с главой, вот как раз присутствовали вместе представители средств массовой информации, Андрей Островухов, Анатолий Михайлович Маркелов, соответственно, и я. И глава открыто с нами общался в неформальной обстановке, то есть, в принципе, как бы говорить о закрытости власти, ну, как бы язык не поворачивается. Ну, органы власти все время участвуют в наших встречах, особенно по застройщикам. Вот сейчас мы организуем встречу по проблемам лесного городка, да? Сейчас мы уже отправили вопросы, как раз по выездному приему, да, если говорить, и готовятся ответы на эти вопросы и встречи с жителями. Они просят именно с главой Одинцовского района, я думаю, что в ближайшее время мы это тоже организуем. Ну что ж, давайте вернемся к основной теме нашей сегодняшней беседы. С Ангнадьевым, вы озвучили, что у нас имеются два таких самых, ну, по вашему направлению проблемных, да, поселения. Это лесной городок и это восьмой микрорайон. Но как же так получается все-таки? Почему там действительно какие-то проблемы скапливаются? Ну, по лесному городку, можно сказать, одна основная проблема – это социальная проблема инфраструктуры, связанная с тем, что произошла большая задержка строительства школы, общеобразовательной, и из-за этого эта проблема понесла с собой проблемой с детским садом, потому что детский сад должен построиться из корпуса старой школы, даже не построиться, это должна произойти реконструкция этого корпуса. В результате население растет, а объекты друг за другом не строятся. Застройщик там, он идет навстречу, и сейчас в связи с кризисом с финансовым, все застройщики на это жалуются, на всех встречах, которые мы организовываем по всем проблемам. Строительство социальных объектов еще затянулось, так же, как строительство жилых комплексов. И вот сейчас мы уже далеко не первую встречу организуем застройщикам по лесному городку и администрации района. Но я думаю, Светлана Геннадьевна, вы не будете спорить, действительно, все застройщики проблемные жалуются, а не на то и проблемные застройщики, чтобы жаловаться, как-то пытаться объяснить свои где-то недоработки или проблемы. А, собственно, почему вообще такая ситуация возникла? В чем именно сложность данного конкретного застройщика, который тормозит строительство образовательных учреждений? Ну, можно спросить у него, но это не самый проблемный вопрос. То есть не самый проблемный застройщик у нас считается в районе. Обоснование это финансовой сложности. Финансовой, да? Да, и получение какой-то разрешительной документации ранее. Но вообще я считаю, что общественный контроль вот в таком, может быть, интенсивном виде нужно было осуществлять лет пять назад. То есть нужно было активно работать вот в этом направлении лет пять назад, начинать. То есть насколько возможно, мы, конечно, ускорили, может, какие-то темпы. Человеку это не очень нравится. Ну, кому нравится, когда контролируют очень плотно. Но, тем не менее, он исполняет свои обязательства и дорожную карту пока выполняет. И вот встречу, которую мы ждем, мы хотим посмотреть все-таки сроки, когда будут планироваться дальше. Там есть еще существует вопрос по поликлинике, которая должна быть заложена до декабря. Пока никаких признаков тоже нет. И вот мы хотим об этом тоже напомнить. Может быть, нас тоже уже слышат. Ну, то есть получается, что большая часть вопросов в данном случае связана с какой-то социальной инфраструктурой, с ее элементами. А больше ничего лесного в городке жителей не беспокоит? Потому что очень большое количество заявлений, вы сами сказали. Да, но это самая большая проблема. Это детские сады и школа, потому что очень много молодых семей. Построилось много микрорайонов, много районов, поселения. И там много молодых семей с маленькими детьми. Поэтому это самая большая проблема. Также проблема с парковками. Также проблема связана с автодором, качеством дорог. Можно, конечно, бесконечно обсуждать вопросы ЖКХ лесного городка. Но есть у нас еще восьмой микрорайон. Это точечные застройки, например. Это детские площадки. Вот таких вопросов, наверное, в лесном городке фактически нет. Переполнение тоже школ и детских садов. Вот эти все вопросы основные, они остаются в этих двух микрорайонах. То есть получается, что в принципе проблемы и восьмого микрорайона и лесного городка лежат, в общем-то, в одной плоскости. Но какие-то, возможно, конкретные проблемы, допустим, с восьмым микрорайоном вам известны, которые действительно предметно, точечно стоит решать в ближайшее именно время? Ну, сейчас занимается этим рабочая группа подробная, подробно всеми вопросами. И самый главный вопрос, который они ставят сейчас, это точечная застройка там. Вернее, даже не точечная застройка, а СУ-155. И проблемы, связанные именно с конкретным застройщиком. Да, люди купили квартиры в том месте, где дома, наверное, может быть, никогда не будет, судя по тем проблемам, которые испытывают СУ-155. Да, сейчас ищут инвестора, вроде как, он уже вроде как нашелся, пока его и название не объявляется. Но действительно, люди уже много лет ждут своих квартир, которые даже еще не начинали строиться. Это первое. Второе, все-таки восьмой микрорайон в городском поселении Одинцова. Это был, я не знаю, исторический, что ли, «За линии» называли его. Второй завод, «За линии» и прочее. Лет 20 назад там было опасно ходить, судя по разным слухам. Сейчас люди те же самые, это городское поселение Одинцово, Одинцовцы и прочее, прочее. Только, чтобы доехать туда, нужно ехать 30 минут на машине по этим пробкам, по всему. А чтобы пешком дойти, нужно идти по этим сырым скользким ступенькам, РЖДшным. Спускаться, подниматься, немногие могут осилить такой подъем. Например, старые люди и прочее, прочее. Сейчас в данный момент уже районная администрация занялась поиском инвестора, чтобы все-таки наконец-то достроить эту многострадальную эстакаду, которая соединит два, я не знаю, две части нашего города. И чтобы уже эти люди, которые живут за линией, не считали себя живущими на выселках, а считали как бы изгоями или как-то еще. То есть они такие же Одинцовцы и такие же права заслуживают. У них даже недвижимость на 15% дешевле стоит, чем в основном городе. То есть сейчас эстакады соединят... Что рыба намекает, да, где, собственно, какие проблемы есть, в какой части города, а в какой нет. Конечно, конечно. Я долгое время работал, именно, скажем так, в той части. Знаю очень много людей, достойнейшие люди. Они действительно достойны, чтобы у них нормальная дорога была с общением с основным городом. Ну что ж, Захар Юрьевич, Светлана Геннадьевна, благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Я так понимаю, что практика выездных приемов будет продолжаться, судя по вашей реакции, на то, какой эффект она дает, на то, какие люди к вам приходят в каких количествах. Ну а мы будем за данной вашей практикой внимательно следить. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о выездных приемах, которые проходит Общественная палата Одинцовского района. Если у вас имеются какие-либо вопросы или предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели, задавайте свои вопросы. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте Общественной палаты Одинцовского района или написать электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!